Друзья, всем привет! Сегодня поеду в гости к маме по сниманию на участке. Мама у меня зовут Наташа. У неё сад находится в Подмосковье. 20 соток. Достаточно старый сад. Она проведёт небольшую экскурсию. Потом в Москву съезжу, погуляю. Хотела опять поблагодарить вас за вашу помощь, поддержку. Я уже накупила ведер. Лёня будет прийти корзинки. Спасибо за ваши заказы. Лёня очень доволен. Много заказов, много работы. По поводу моей работы в садовом центре. Что-то как-то не срастается. Хозяйка мне не перезванивает. Уж не знаю, может она на меня посмотрела, что я такая тощая. Подумала, куда ей такая тяжёлая работа таскать. Ну, это мои предположения. Таскать эти лейки, ведра с землёй, растения. Не знаю. Я ей написала. Когда мне на работу выходить, она сказала, что ответит. Ну, чего-то тишина. Ну, я считаю, что значит, это не моё. Что моё, то придёт. Что не моё, то подключусь в помощь к Лёне. Это тоже заработок. Попробую, наверное, я думаю. Если времени будет хватать, корзины поплести. Ещё надо розы подвязать, обработать. На всё время не хватает. Вот маме с папой. Папа сниматься, наверное, не будет. А мама согласилась. Покажу, как у неё розочки перезимовали. У неё опыт небольшой. Она там тоже насмотрелась в моих видео. Захотела розы себе посадить. В итоге несколько кустов я ей подарила. И у неё всё хорошо, успешно получается. Но она у меня больше любит выращивать плодовку. Там всякую ягоду. Это я всё по декоративным. Она любитель урожаев. Вот. Поэтому далее уже сниму у неё на участке. Сейчас доеду. А ещё хотела сказать. Опять ходят разговоры по поводу блокировки Ютуба. Чтобы нам не потеряться. Уже такие близкие друзья нам стали. Подпишитесь. У меня есть ссылка в описании на Дзен-канал. Конечно, такие разговоры давно ходят. Но непонятно. Может, и заблочат Ютуб. Поэтому, чтобы мы все были вместе. Приходите на Дзен-канал. Подпишитесь. Если что, ищите нас там. Вот классная была. Вот эта, которая бордовая. Я не помню, как она называется. Ну, вот смотри. После того, как открыла. Видишь? Вот. Я хотела вообще спилить эту фигню. Укрыла и у меня знаешь чего? Я замазала. Потому что ты её окучивала. Окучивать не надо, если ты укрываешь. И она просто у тебя подпрела. То есть не окучивать. Я говорю, это лишняя работа. И ей вымокать может. Так что, нормально перезимовала. Я тебе покажу. Это кто у тебя? Не помнишь? Красный. А, таким бордовеньким, небольшим. Лаваглуд, наверное. Наверное. Короче, смотри, здесь тоже вот. Ты смотри почку, чтобы она у тебя шла снаружи. Вот так вот. А вот смотри, видишь? Нет, это обрезать. Зачем тебе такая? Это флорибунда. Не знаю, может ты можешь вот так вот обрезать? Я бы обрезала вот так вот. Вот чуть над почкой, короче. И бери примерно одной высоты. То есть вот эту вот так, что почка, смотри, она будет у тебя вот и так. Я это уже, да, это в курсе. Вот ещё, Катя. И мелкая вот такая, которая внутрь куста, и вообще можно вырезать. То есть она уж тебя будет вот так, вот так, понимаешь, она будет загущена. То есть мелкая тоже вырезай. Ладно. Вот эту вообще бы я вот убрала. Вообще странно. Да, я хотела, думаю, тебя подожду спросить. Так, вот ещё у тебя. Вот, смотри, это вообще замечательно. Это такие вот... Ну, здесь тоже, смотри, вот эту ветку убираешь, она внутрь куста. Ты её убираешь, ты можешь оставить там, не знаю, посмотри одну почку. Она всё равно у тебя отобьёт или от корня, или сбоку пойдёт. Вот эту вырезаешь. Ну, вот крашу перезимовала, вообще вся жаль. Хотя такая хорошая, но она, видишь, они будут друг от друга биться, царапаться и всякой инфекции. Убираешь, да, либо вот так вот отрежь. Ну, хотя эта тоненькая, чего её оставлять. Кошки. Наши кошки. Это кошка с отмороженными ушами. Расскажи про кошек. Значит, все деревенские кошки ходят к тебе. Столоватся. Столоватся, да. Вообще-то ещё и ночевать, потому что у них домик кошачий с батарейкой. Слушай, ну у тебя такое-то ничто. Вот, смотри. Слушай, вот эту ветку не оставляй вот так. Её можно горизонтали. Ну, потому что у тебя пойдут побеги. Ну, в общем, если ты горизонталишь, они у тебя будут отовсюду. А так у тебя, может, сверху пойдёт одна. Вот смотри. Вот видишь, стал сухой. Короче, вот это вот это вырезаешь, вырезаешь вот так вот до живого. Ну, и вот это вот, да. То есть они, сначала я думала, что они... Не-не, убирай, что такие, их сразу видно. Ну, здесь всё оставляешь и будет свистеть. Ну, если видишь такие коричневые пятна, удаляй. А надо замазывать? Я вот спытаю... Я весной ничего не замазываю. Я замазываю. Не, ну, если тебе не лень, пожалуйста. Я обычно замазываю осенью. Я обычно замазываю осенью. Сука дорогая, конечно. Ну, вот ещё, Катя. Вот скажи, что это за какая-то фигня? Это у тебя как раз поцарапано было. Видимо, был ветер летом, и она друг от друга тёрлась. Не надо убирать это. Ну, вообще, она процветёт у тебя. Ну, слушай, ну, я бы... А кто это за роза напал? Ой, тоже красными такими цветёт. Чего-то какая-то высокая такая. Не знаю. Ничего-то не помню. Это самое первое, что ты мне дарила. Ну, я бы вот обрезала на хорошую почку вот снизу. Зачем тебе вот это оставлять? Ну, здесь тоже почка вот есть где-то. Ну, они тут везде есть. Вот. Так, а так оно вообще классно. Ты уже, смотрю, обработала, скажи. Да, да, да. И вот это... Ты просто будешь это подвязывать? Ну, или что-нибудь, чтобы они не тёрлись? Потому что, говорю, у тебя они пойдут в ветер, чтобы они друг друга не царапали. Одну просто отодвинешь куда-нибудь палочку там. Я это самое. Вчера ещё... Слушай, ну, такие они... Ты хочешь, чтобы у тебя... Смотри, каждый у тебя отобьёт где-то сантиметров 70. Она у тебя будет вот такой... Она и такая была. Ты хочешь, да, же, высокую? Ну, а почему? Просто, если ты не хочешь высокий куст, ну, компактно обрезаешь, вот, не знаю, сантиметров на 40. Кси-кси-кси-кси. Вот эта почеча сказала, что она всё время болеет. Вот всё время болеет. Это жёлтая, которая? Нет, жёлтая хорошенькая. Вон уже... Сейчас посмотрим. Ой, бельведер оранжевый. Да, красиво цветёт. Слушай, ну, он живой, оставь. У тебя вот здесь маленькие почечки, оно пойдёт. Ну, я отрезала, куда можно отрезаться. Не, ну, оставь и жди, а он тебе даст базальные побеги. Это ты в прошлом году дарила. Слушай, они у тебя все шикарно перезимовали, вот, что я тебе могу сказать. Уже начинают. Да, вот эта вот жёлтая, смотри, уже листики. Цвела она вообще офигенно. Это у нас получается второй сезон, да? Розочками ты. Да. И как бы первую зиму отлично перенесла, и вторую. И вторую тоже прекрасно. Вот этот красивый тоже, тоже оранжевый. Ну, тоже смотри, вот эту мелкоту вот эту вот вырезаешь. Она же совсем мелкая. Не-не, всё равно вырежи. Зачем оно тебе? Представь, будут цветочки, будет тоненькие веточки, они будут падать у тебя на землю. Поставляй покрупнее. Вчера клубникой занималась. Так, а эта тоже, да? А эта уже первый раз, которую ты мне дарила. Она очень красиво цветёт. Помните, я сказала, выстрелила вот такая фигня, выстрелила почти 2 метра. Ну, вот, это вот видимо. Да, 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 я её отрезала. Хорошо. Ну, прекрасно, смотри. Вообще, будет красота. Вчера клубникой занималась. Кормила, плела даже. В общем, короче, вот так. Вот эта вот, посмотри, тоже, что здесь. Каменные розы. Ты знаешь, как они цвели в туку? Ну, розеточки у тебя все перезимовали. Знаешь, как они цвели в том году? Конечно, конечно, это очитки. Короче, я плела. Все живы, я смотрю. Ну, есть там подпревшие розеточки, но это можно просто трогать. Ну, можно не трогать. Так-то они все хорошо. Ну, у тебя зимовало прямо вот так, да? Просто на снег ли я бы на это положила? Ну, оно всё зарастёт у тебя. Отсюда убирала, что ещё? Лягушечка, покажи ещё что-нибудь. Так, что там с родиком с твоим? Ну, он такой же зелёненький. Ты видела мой? Я тебе на видео показываю. Твой. Ни одной цветочной почки. Как отрезать вот это вот, мне скажи? Ты лучше вообще ничего не отрезать, посмотри, когда побеги пойдут. То есть, вот здесь вот где листики, вот эти вот почечки пойдут, новые побеги. Не знаю, почему. Я буду пересаживаться. Что-то, мне кажется... А мне кажется, ему нормально, я бы не стала. И вообще можно и не укрывать. Вот к тёте Тане сходить, она вообще не укрывала. Пустит она поснимать. А их там нету. И весь куст у неё на почке вообще на цветочной. Той, какие шикарные. Да, да. Сколько лет-то им? Ну, ты знаешь, мы купили сантиметров тридцать. Ну, скажи, ты никогда их не чистила внутри, никогда не обрабатывала. Вообще ничего не... Ну, вот я о чём и говорю. В принципе, если вот не лень, иногда можно... Вообще ничего не чистила, ничего не обрабатывала. А вот на Пасху поеду на кладбище. Ну, вот, видишь? На кладбище отрежу несколько этих. И в букет положу. Кстати, очень хорошо и долго стоят. И вообще они стоят... Я их срезаю. Они мне стоят зиму, весну. И пахнут так хорошо. Нет. Им лет... Ой, да фиг знает. Ну, 10 точно, да? Нет. Меньше. Меньше. Нет, меньше. Меньше. А выглядит прям вообще очень изросходно. Вот и груши наши скоро зацветут. Ты уже обработала всё, да? Обработала. Вот, посмотри. Катя, гортензия. Гортензия. Ты когда её обрезала? Обрезала и... Ну, почки-то начинают... Всегда усы не обрезали. Начинают просыпаться. Это правильно. Я бы ничего больше не трогала. Оставь. Нормально обстригала её. Ну, вот эту вот, конечно, тонкую... Ну, уже нельзя, уже потечёт. Уже не трогай лучше. Это у тебя ванилов райс, да? Катя, которую я дарила. Первый раз. Значит, ванилов райс. Я вообще название стрелала. Он должен говорить, вот... Вон, кошкин дом. Да, кошкин дом с батарейкой. У нас там батарейки. Там отопление. И слушают кашу, обязательно. Вот груша уже скоро зацветёт. Надо ещё разочек обрызгать от этих... Вредителей. Я ещё ничего не понимаю. А ты что, Катя? Ну, я вот завтра, наверное. Ещё не брезгала. А самое интересное, что... У меня груши нет, у меня сливы. Бадан. Бадан берут старые листья и заварят чай, да? Ты хоть раз так пробовала? Ничего не пробовала. Ну, говорят, это женьшень. Настоящая женьшень. Главное, что он лежал. Просто интересно. И вот прям за три дня встал. Как он по вкусу вообще? А это чеснок, который остался. Очень много мы сажали. Сушишь, да? Обязательно сушу. И так здорово, кстати. А он не выветрится запах-то? Не чувствую запаха. Это чтобы в доме было. Но это невозможно. А вот папа для Пьер Дерансар, кстати, вот эта роза. Да, да, розочка красивая. Папа сварил классную арку. Ну, в смысле, это шпалеру. Типа на день рождения. Но это получилось, что это в апреле. Хотя день рождения у меня. Заранее ничего. Не заранее, а позже. Вот это вот делают, чтобы не замерзал бассейн. Бассейну сколько лет-то уже, скажи? Ой, не знаю. Ну, лет 15, может, даже больше. Да, да. Сами чистим, сами. Мы раньше нанимали этих специально обученные люди. Но они что-то наглеть стали. Все больше и больше денег с каждым годом. Сами научились. Вот домик для бассейна. Там моторы всякие. Ну, вот летом очень классно, когда плюс 30, приехать искупаться вообще. Все это почистится, конечно. Все будет по-другому, все будет красиво. Вот это вот лук Суворова. Ты мне давала, у меня есть несколько кустиков. Он очень полезный. В смысле, его есть надо? Обязательно. Вот эти листья вот сейчас добавляют в салаты. Здесь только витамина С. Ну, почему называется Нук Суворова? Потому что он спас армию. А это витаминоза, потому что не было никаких других там. От этого, от цинги, да, наверное? Ну, и от этого тоже. Надо попробовать. Да не попробуй, это очень вкусно. Вот Катя. Скайфул. Она высокая, нет? Нет, скайфул она, по-моему, до 70 сантиметров. Ну, ты хорошо тоже обрезала. Вот эти мелкие веточки-то не трогала. Она сама еще маленькая. А это Катя, такую сухую. Помнишь, я тебе сказала, надо будет выдергнуть. А это у нас кто? Ну, вот такая же. А, ну, ничего. Он расползется все равно. Я не обрабатывала? Так, ну, вот это удаляй, ветку, что это ее оставляет. Ты вновь? Нахая? Ну, вот здесь что-то мне не нравится. Что с ней? Она была хорошая. Ты возьми, Катя, подожди, ты ее не ломай. Если это почка должна быть снизу, и он у тебя пойдет. Ну, вот здесь вот, наверное, будет почка. А ты, наверное, тоже наднишь, да? Ну, ты сейчас, ты пока подожди, сейчас какая-нибудь почка полезет красненькая, и ты увидишь где. Ну, и здесь тоже подожди. Ну, она у тебя может и здесь полезть, в принципе. Я думаю, что они еще спят некоторые, просто она еще совсем молодая, может быть, она еще дунная. А у тебя прививка ниже, просто я не помню, вот эта прививка? Ну, я засыпала ее. Может, немножко выперла? Я бы чуть-чуть под это подсыпала, да? Потому что, скорее всего, будут отсюда. А ты подожди чуть попозже, если увидишь, если отсюда пойдут почки. Ну. Чуть-чуть потом присыпешь землю. Чтобы дичка не была, да? Или чего? Нет, дичка пойдет, если то от корня. Понятно. Ну, а так здесь у меня флукс, и вообще сажатка. Это куча перегноя, золото. Это черное золото. Золото, правда золото. А что, пруд оттаял у вас? С одной части оттаял. Ого, ты его вырезала? А что ты ее так? Так она поломалась. Ну, это с снегом, да? Папа резал, папа. Была такая кругленькая. Она быстро мертвует. Так, а что ты с нимфеями сделала? Ничего не делала. В смысле они у тебя там... В пруду. Вода была, не уходила. Да, была. А, ну, значит, должны перезимать. Они в цвели в этом году. Тебе из тазика может их выпустить? Ты вообще посмотри, что там в тазу. А то они могли упереться. Ну, он мне сказал, Саша, говорит, надо влезть. Обязательно. И выпустите прямо ее на свободу. Там он огород у нас, вон, чеснок. Уже торчит. Пойдем покажем. Он там есть не обрабатывается. Не, не, давай здесь не пойду. Я еще боюсь утонуть. Не обрабатываю еще ничего. Только вот эту клубу. А ту клубу и... От девичьего винограда, ты его не обрезаешь? Никакая. Нет? Нет, надо обрезать. А здесь еще имел неосторожность хмель посадить. Боже мой. Говорят, хмель такая зараза. Он от него не избавишься. Даже вот не в эту огню когда сажают. Не, ну, я видела беседка там у кого-то была. А это айва. Вон айва, яблочки. Из него очень вкусное варенье. Японская айва. Мы тут оставили. Ну, он сам по себе декоративный куст. Он очень цветет красиво. А вот бутон, скоро будет оранжево-красиво. Слушай, это вот это, да, плоды у тебя? Плоды, да, как маленькие яблочки. Нарезаешь, добавляешь сахар и варишь. И это напоминает чай с лимоном. Очень вкусно. А потом, что еще? Классно, когда есть что покушать. Слушай, вот малина. Вот малина, что? Она вот плодоносит, да, и на следующий год вот эта... Ветка высыхает. Ветка засыхает, и она все, ее надо весной обрезать. Вообще, конечно, лучше осень. Вот она прям вот, прям ломается, вот прям видно. Ну, то есть вообще ломается. То есть она потом весной вырастает, и на следующий год она... Вырастает прям быстро. Вот та, которая была в прошлом году молодая, скажем так, вот она начнет плодоносить. И давать побежки там другие. То есть надо каждый раз упирать старое... Весной обязательно, да. Ну, ее видно, вот она вообще. Мы, правда, тоже этим не занимаемся, мы только в одном месте. У тебя же там вот малинник был. Мы пересадили, да, понятно. Я потом там покажу, там я вот уже прям занимаюсь. Это у нас вишня. Нет, а вот... Ты вот не обрабатываешь, смотри, каким железным купоросом, говорят, вот эти вот штучки. Я обрабатываю железным купоросом. Полезно, да? Стройки. Вещи надо чистить щеткой. Да, зачищать. Это показатель того, что у нас хороший кислород, здесь хороший воздух. Вот это называется... Я думала, это влажность. Это лишайники, они только в хорошем этом растут. Но дерево не губительно? Ну, вопрос спорный. Не очень. Но я вижу, что вроде неплохо. Вот это вишня. И, кстати, первый раз мы собрали урожай, ведра, наверное, три. Никогда не... Она, правда, не крупная, мелкая, но варенье... В прошлом году, да, собирали? Очень вкусный, да. Еще бабушка нам помогала. Держала у нас у нас вот эти были стремянки. Вот, что тут у нас? Ты что-то посадила уже? Ничего еще не сажала, Катя. Что, не успеваем? Вот отсюда красиво выглядит прудик и вот эта коряга. Ну, пруд вообще дикий у нас. Вон туя какая, да? Блин, вообще огромная. Она где-то метра пять, наверное, в диаметре. Ну, не пять, но чуть... Не, пять. Больше, наверное, даже, да. А вон та елка, эта Женька сажала с Лешей, с соседом. Она сначала вся осыпалась, вот прям рядом, которая, по правой сторону. Она сейчас как кремлевская, здоровенная. Мы даже в баню занавесок не вешаем. А потому что они не нужны, все разрослось. Вот. Ну, что здесь еще? Здесь буду сажать баклажаны. Дуб еще, да? Ты не будешь его обрезать в этом году? Ой, баба не дает. Он... Мужчины любят, когда деревья огромные. Ну, здесь мы еще как бы не наводили, скажем так, порядок. Ну, сейчас весна, а что ж? Потихонечку, да. Потихонечку, все сразу не делается. Я, главное, теплицу помочь. Ну, потом еще приеду, поснимаю, когда у себя розы будут свистеть. Таня, пойдем зайдем. А на нее не обидится? А их нету. Это дубовые листья, да? Да. И к соседям в гости. У нас, да, такое. У них тут прям газончик. Можно сказать. Ну, двайцы всегда под самым прям зимой стрижут. Я просто хочу показать. Слушай, а я что-то не помню вот это, что у них. Это баня. А не было же, да? Да, давно. Давно ты не была. Да, давно я не была. Здесь живут наши соседи, с которыми мы прям изначально вообще там. Ну, вот, получается, эту, как ее бытовку поставили напополам, купили с соседями. Тут еще вообще ничего не было. Было голое поле, я помню, маленькое было. Кстати, не задумываясь, вот, мало ничего. И купили напополам, половинку наш участок, половинку их участок. И с тех пор вот так и стоит. Ну, там уже и ремонтик. Кстати, долго не было забора, потом и делали забор. Ну, забор все, но нужно, наверное, так. Чтобы частная жизнь была какая-то. От ветра, и даже от ветра. Вот, смотри, она вся на бутонах. И она ее не укрывала? А что за сорт, неизвестно, да? Они где-то купили, ездили, знаешь, где? За серп... Ну, где серпухов, туда, какой-то... Южная. А, садовый центр Южный. Да, вот они там купили. Ну, купили уже... Ну, это надо знать, какой сорт. Но у нее немножко хлорозит, она не кисло, видимо, сажала. Вот это вот... Да ничего не... Нет, вот это чуть-чуть не хватает кислоты, ну, железа не хватает. Надо ей будет сказать. Да, железиком. Так вот, смотри, вообще не накрывала. И все в бутонах. Ну, наверное, сот. А может, у нее здесь ветра нету, знаешь, такое... Ну, как нету, это же... Ну, вообще открыто, да. Не знаю. Ну, в общем, короче, здесь... Ну, у нее и куст намного старше, чем... Старше, старше. Ну, знаешь-то, сколько ты... Когда мне его подарили? Он тебе две зимы зимовал. Три уже. Третье уже. Да, и ни разу не цвела. Вот что. А это что у нее? Солина. А, а... А что птички не съели ягодки? А вот аж кошки у нас. Они гоняют всех птичек. Вот, а тут лес двух шагах прям. Мы ходили в лес. Вы, кстати, не ходили сейчас? Сморчики-морчики пошли, говорят. Ну, папа боится теперь уже собирать. Почему? Ну, потому что они такие, как это называется... Говорят, вкусненькие, пожарят. Они съедобные. Почему все жарят? Маленькая шпала. Вася говорит, срезайте на Новый год наряжайте. Ну, ладно, зачем? Ну, Вася у нас такой... Смешной. Чутник. И вот. А папа к этой бытовке пристроил... Ну, как это называется? Веранда. Ну, то есть, получается, здесь спальня там классная. С огромным окном я все время спала и любовалась. Я перестановку делала после его. Ну, теперь... Нет, нет, я... Вот так это самое. Кровать была. Я лежала и спала. А я... Бог сделала. Ты что, теперь не так не полежишь? Ну, ладно. А здесь, конечно, надо порядок наводить. Но телевизор там и летние. В общем, тоже целыми днями тут. Хорошо, когда я... Очень хорошо. Очень хорошо. Я не знаю. Вот яблонька тоже уже начинает потихонечку. Вот я хорошо побрызгала. Теперь надо от плодожорки. Потому что очень сильно поражать. Причем, да, надо прям уже... А плодожорка надо давно. Когда температура поднимается больше плюс 3, она начинает с земли подниматься. А обрезку ты-то все знаешь, как делать, да? Потому что вот у меня с плодовыми деревьями так тяжеловато. Ну, не понимаешь, как ее формировать. Обрезку надо... Во-первых, здесь видишь, это самое. Она расщепилась на две части. Давно? Давно, да. Вот. Шикарно. Она, знаешь, как напоминает такой сорт, я зимний банан. Вот. Я не пробовала. Это ловчие пояса. И что, помогает? Ну, в прошлом году я бы не сказала. А перекопала это-то чего? Это мы добавляли навоз. А, удобрила. Да. Ну, формируем. Надо все обрезать, все, что вовнутрь. Вот вовнутрь, как ты говоришь, в розах. Так же, это такой же принцип. Ладно, хорошего урожая на всем. Да. А то в прошлом году что-то не было, да? Яблок говорят. А вот это вот, дедушка твой покойный посадил. Это что? Ой. А лыча? Кизил? Кизил. О, угадала. Кизил, кизил. И в прошлом году мы несколько ягод собрали за все это время. Только у нас уже южное растение не хватает. Да. Вот сам, когда она цветет, начинаются заморозки. Ну, в этот раз, мне кажется, повезло, потому что и очень вку... А, она крупная достаточно, это кизильчик такой. Ну, кислый. Первый плодонос. Кизил. Ну, что это? Медонос. Вот, это самый первый. Вот, жимолость у нас там еще. Четчь. Ягод очень вкусно. Тоже начнет в курт-цвисте. Вот это, да, он самый первый цветет. Самый первый. Вот видишь, это, вот, бутончики. Вот, бутончики. Нет, они ее не едят. Нет, нет. Ой, укололась. А это тяжелый. А это тяжелый. А их не надо омолаживать кусты? Ты омолаживаешь? Омолаживаю. Вообще, в этом году я еще не вырезала. Здесь много чего надо вырезать. Что-то, ну, как-то не дошло, но надо, надо, конечно. Крыжовник, смородина и варенье. Бежит, бежит, бежит. Кто тут такой любопытный? Плохая наша. Бежит, бежит. Это у нас еще, да, дедушка покойный, я помню, выкладывал эти из бетона. Тоже лет двадцать уже, да, лежат дорожки? Да-да. Дедушка делал вон площадку. Нет, я помню, они вот так вот клали до туалета. Еще здесь туалет когда-то стоял. Ну вот, там сейчас у нас это, видишь? Ну вот, 20 лет, да, лежит, он не заросло? Ну, больше лежит, бетончик. Нет, ну, заросает, да, выпирает что-то, что-то, и потом на водомесе встает. Пойдем, я тебе покажу эту малину, которой я занималась, и она хорошо сейчас выглядит. А это сирень, тоже белая, а вот эта вот сирень. Ну, это надо потом цветение показывать. Пионы, я смотрю, ты их рассадила, да? Да-да-да, цвели, хорошо. Надо рассаживать, и прямо, знаешь, вот этой лопатой. Фигак, ну да, делить. Ну, да, делить. Теплички. Ее умыть надо еще. Вот в прошлом году папа сделал сам, да, вот из окна? В прошлом году сам, с вами руками, а, позапрошлым уже. Уже позапрошлым. Это как раз был у нас этот ковид, ничего, никаких доставок не было. Ну, красивенько получилось. Своими руками, я вообще даже не помогала. А это, да, это давно уже, это уже лет 5, наверное. Что тут у тебя? Сидираты, да? Ничего еще пока нет. Сидираты. Надо, да, перекапывать все это. Во-первых, мыть надо, потому что ты каждый год моешь, чтобы зараза не скапливалась. Ты успеешь, да, еще? Да, да. Помощь нужна? Вообще-то. Вот, сюда мы капусту сажаем. Замечательно, кальрабия. Такая, кочерыжки такие, но они не лежат. Кальрабия, это типа как этот? Кочерыжка такая, от нее такие эти. Ну, ее потом натирать, да? Кочерыжки. Да, вкусно. Ну вот, видишь, я все, в том году я все повырезала. Ну, это малина, да? Малина, да. Как она вся обновленная, вся новая. Вот стараешься. Ой, я приеду, когда там там, в июле? Ой, я уже даже... Косненько. И она вот лучше в одну эту стричь, в одну высоту. Ну, все, я теперь знаю, как стричь малину. А, виноград у нас еще растет, между прочим. А ты его пригибаешь, или он так зимует? Нет, он зимовал, вот так вот. И что, перезимовал? Ну, да. Их же пригибают, как розы, да? Да, это малина, да? А это, наверное, такой. Мы из него даже вилы, в прошлом году делали из этого. И там у нас еще, вот там, вон еще. И около бани там еще. Тут вообще странно. Ну, это какой-то Изабелла, типа, да? Ну, вот этот вот. Изабелла, по-моему, баня, но это я даже не помню. Ну, посмотрим потом. Он тебя рассасывает. Не хочу даже показывать. В этом году он такая неудачная. Я даже прям, не знаю, я даже плакала. Ну, сейчас уже успокоилась. Да ладно, из-за рассады. Да потому что... Ой, а нельзя бы сразу посеять в землю что-то? Ну, да. Почему? А как посеять? Ну, можно же укрыть, если там заморозки. Нет, помидоры это вообще нужно. Ну, ладно. Спасибо, мам, за экскурсию. Еще приедем в гости, покажем красоту. Да, здесь потом, может, красиво все. И пионы, и что только. Вот этот вот куст, это... О, господи. Да, так цветет классно. Желтый у нас есть. У меня есть лапчатка. И белая. Белая-белая-розовая. А желтая, она вообще доснежно. А я не люблю желтые цветочки. Мои зрители знают. Ну, вот почему ты заметила, что у нас есть лапчатка. А это Васька у нас, Василиса. Ну, ладно, то видео длинное получится. Ну, вы режете чуть-чуть. Всем пока-пока, это моя мама. Боже, ты. Нормально. Ну, рабочий вид, что же делаешь. Ну, ладно. В дворах тоже сажают крокусы. Я вам в следующем видео своих покажу. У подъезда крокусы. Молодцы люди, которые занимаются озеленениями в своих дворах. Умнички. Вам респект. Весна пришла. Я все чаще стала выбираться в парке. Это парк Кузьминки. Очень мне понравилось. Красиво. Люди все повылезали из своих квартир. Все гуляют. Вот и сегодня погода не солнечная. И даже дождик накрапывал. А это конный двор. Ну, так написано. Парк Кузьминки. Здесь очень классные дракончики. Здесь лунный парк. Запустили уже карусельки. Спрашиваешь, что подъедет в фонаре. А где только фонарь не идет. Прямо чувствуется время. Как фонарь. С момента. Ну, друзья, просили снимать все подряд. Я не знаю, мне очень понравилось, красиво. Я решила с вами поделиться, как в этом парке. С удовольствием погуляла. А еще каталась на самокате. Это очень весело. И по бездорожью, и по дороге. И быстро, и медленно. С удовольствием. Здесь очень много людей собирается. Они там шашлыки жарят. Такие семейные тусовки. Замечательный парк. Почаще, друзья, выбирайтесь в парке. А что там у вас? Пока ничего. Пока закрыто. А что будет? Ну, садик-огородик будет. Ну, типа, экскурсии? Ну, в смысле? Да, экскурсии будет, да. Классно. Когда? Я думаю, в мае, наверное, не раньше. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео. С вами была Катя. Прогулка была замечательная. Спасибо, что погуляли со мной. Я чувствую вашу поддержку. Желаю всего-всего самого хорошего. Теплых денечков. И до встречи в новых видео. Всех обнимаю. Всем пока-пока.